Всех приветствую! Пришло время свежего обзора. Есть что дополнить, потому что S&P пошел все-таки сильнее гораздо вниз, чем планировалось. Это от меня четвертую волну, и нужно посмотреть, что это такое. Здесь у нас прошел зигзаг, скорее всего, и здесь тоже идет зигзаг. Сейчас он дорисуется, и что это такое? Скорее всего, это начальная диагональ, либо вот такая вот штука прям будет. То есть я жду усиленного роста по S&P, единственное, что он падает, и скорее всего, это не дно, где-то пониже сходит. Тут вот до стопов осталось немножко совсем, 3910. И после этого можно будет реально все это дело откупать, будет дикий рост, и, наверное, и крипту это все сильно вытянет. Поэтому тут нужно смотреть, где вот этот актив развернется. То есть у нас критический уровень 3640 примерно, а все, что выше, это лонг. Скорее всего, туда вниз не потянут. Но пока признаков того, что оно вниз пойдет, нету. Соответственно, давайте посмотрим еще доллар. Нам тоже интересная картина. Во-первых, сработал прогноз, что мы пробьем эту вершину. И у нас остается какие варианты? Что мы пойдем сильно вниз основной, что здесь уже есть импульс, здесь есть уже коррекция. Вот туда. Есть, конечно, вариант другой, что еще походим, еще наверх сходим. И запасной вариант вот такой, что мы какую-нибудь диагональ вот так будем рисовать. То есть тут все варианты вниз, но нужно вот дождаться разворота доллара, потому что обычно это означает, что дорогой доллар будут перекладывать в дешевые активы. Ну, в относительно дешевые. В тот же S&P или в те же дешевые валюты или, например, вот в золото. Потому что по золоту очень хороший трейд. У нас, во-первых, здесь что-то похожее на импульс, а здесь что-то похожее на коррекцию зигзагообразную. И это означает лишь одно, что мы можем полететь аж вот туда сильно вверх, как минимум пробивать эту вершину, а лучше даже эту. Соответственно, это признак того, что и евро вверх пойдет. Но тут надо подумать, точно ли это сразу вверх. Почему? Потому что, во-первых, вот сработал вариант, что мы забросимся вверх и пойдем дно пробивать. Но дно-то мы не пробили. И евро сейчас в такой позиции, что оно может продолжать коррекцию, например, в виде треугольника. Тут уже такое вырисовывается что-то похожее. Так вот так вот так и потом только вниз. Либо это вообще что-то непонятное, тут было усечение, это начальная диагональ, это коррекция, идем уже сразу вверх. Ну, короче, вот такие два варианта. В любом случае евро вот в этой широкой зоне между там 0.98 и единичкой надо брать просто понемножку. Все, что падает, ниже добирать. И будет очень сильный рост, очень сильный прям совсем. Соответственно, вот сейчас такое время возможности, что можно брать все подряд на самом деле. Соответственно, крипта. По крипте у нас все интересно. Во-первых, мы дали начальную диагональ вверх, во-вторых, тут идет зигзагообразная коррекция. Скорее всего, была волна А, это Б, это Ц. Правда, тут есть одна проблема. Если СНП еще дно не нашел, то где-то вот в этой зоне надо покупать, оказывается. И после этого ждать рост. Тут, конечно, можно найти импульс, можно найти коррекцию, но вот этот рост тройка мне не очень нравится. То есть, грубо говоря, если начать сейчас покупать и докупать вплоть до 19 тысяч со стопом на 17700 имеет смысл. А у кого прямо инвесторская техника, можно и здесь брать, и везде брать, короче, все, что упадет даже без стопа. Потому что крипта очень дешевая, и сейчас как раз наступает время для инвестиций. То есть, кто хочет, берите просто биток по любой цене, и это вообще беспроигрышный вариант. То же самое эфир. По эфиру еще лучше. Ситуация, вот кто смотрел там мои курсы вступительные. Здесь у нас импульс, здесь тоже АБЦ-шка, и он вообще уже вверх улетел. Правда, вот в этой зоне может долгая-долгая коррекция продолжаться. Соответственно, вот имейте в виду, что эфир по 1470 еще может быть, но не факт. Потому что падает, но тоже коррекционно, и тут, может быть, начальная диагональ пойдет. То есть, по эфиру тоже жду вверх. Там есть, конечно, запасные варианты, вот всякие такие. Но, в любом случае, где ни купи, все в плюс выйдет. Очень выгодное сейчас время, поэтому всем советую. А вот так вообще, кому интересно, вот уже стартовал курс, очень много бесплатных видео, уже идет запись. Соответственно, кому интересно, подключайтесь. Там я дам очень простые техники, как мыслить примерно вот так, как я мыслю, как я делаю прогнозы. Потому что для большинства вообще непонятно, как я вообще рисую эти штуки. Но очень часто они срабатывают, и все удивляются. А на самом деле научить этому очень просто. Соответственно, жду всех на курс, и до следующей встречи.